Югорские воспитанники Центра адаптивного спорта продолжают завоевывать высокие титулы. В этот раз с медалями вернулись легкоатлеты с нарушениями слуха. С победой на российском чемпионате сборную команду региона поздравил член Совета Федерации России и основатель окружного центра Эдуард Исаков. Подробности у Марии Ливанян. Югорские спортсмены с нарушением слуха вернулись в чемпионаты России по легкой атлетике в закрытых помещениях. На счету воспитанников Центра адаптивного спорта – две золотых и одна бронзовая медали. Соревнования прошли в Саранске. За победу боролись более 180 участников из 36 регионов страны. Семь спортсменов показали более чем достойные результаты. Трое наших ребят провели первый отбор на участие в чемпионате мира этого года и на участие в сурдолимпийских играх 2022 года. Это такие, как Ардашер Мумеджанов, это семи борья, занял первое место, обошел ближайших соперников на 426 очков. Это очень большой результат, учитывая то, что эти ребята являются призерами прошлых сурдолимпийских игр. То есть это очень сильный состав был. С победой югорских атлетов поздравил член Совета Федерации Эдуард Исаков. Сенатор отметил, что в ходе визитов в Сургут не мог упустить возможность пообщаться со спортсменами. Политик обратил внимание, что сборная округа показала результаты мирового уровня. Ардашер Мумеджанов завоевал золотую медаль с личным рекордом. Он входит в тройку сильнейших в рейтинге на сегодняшний день. Уверен, что эта молодая звезда в 2022 году покажет достойный результат на сурдолимпийских игр. В центре адаптивного спорта Ардашер Мумеджанов тренируется уже пятый год. Профиль атлета семиборья и многоборья. На данный момент он уже мастер спорта и член сборной России. На последних соревнованиях чемпион также получил звание рекордсмена. В 2020 году он уже выиграл первый раз соревнования с результатом 4479 очков. И сейчас повторил успех и набрал 4907 очков. Личный рекорд он побил на 428 очков. И вот этот результат является третьим в истории многоборья за весь период соревнований спорта глухих. По итогам чемпионата Ардашер Мумеджанов успешно прошел первый этап отбора в главную сборную страны для участия в сурдолимпийских играх 2022 года в Бразилии. Как рассказал съемочной группе сам спортсмен, сейчас главное продолжать подготовку. Дальнейшие планы это забыть об этом успехе, ну слишком много не радоваться и продолжать работать дальше. На сборах мы сейчас продолжим подготовку к десятиборью в длиннометании. Из югорских атлетов, которые занимаются на базе Центра адаптивного спорта, на участие в сурдолимпийских играх претендуют еще два мастера спорта. Это Игорь Залуцкий и Михаил Панчук. Сейчас они вместе с тренерами активно готовятся к следующим этапам отбора. Мария Ливаньян, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости.